Это проект «Подари дрова», в котором каждый может подарить тепло тому, кто в этом особенно нуждается. Пенсионерам, одиноким, многодетным. В год семьи, которая объявлена в нашей стране, это будет особенно патриотично. Наш проект вторгашено. После того, как на ближайшие трубы поставили очистные, поселок стал активно застраиваться. А наши герои, семья с шестью детьми, приехали сюда 17 лет назад. Счастливая бабушка? Да, счастливая, конечно. Люди добрые помогают. Барсик, барсик. А где-то еще рыжий у нас есть. Вот он рыжий наш, охотник. Ага, он охотник наш. Вот баня. О, ну хорошая. Да. А тут, тут и дрова. Заходите. Взять, а дрова. Баня хорошая, теплая. Есть предбанник раздеться. А свет-то здесь есть? Есть, конечно. Где? Но надо включить там. Ну, идите сюда, здесь окошко побольше. Здесь полки. Железная печка нагревается, вода. Внизу топка. Здесь камушки лежат. Вода вон. Вода привозная, привозим. Летом хорошо включать центральную поливочную и набираем. Она же идет с ручья. Она чистая вода, без всяких. Тут жить у вас можно в бане. Да как они, когда строились, жили. Это свои хатика. Понятно, свои, свои, свои. Свои, да, свои. Любишь своих кошечек. Что-то у нее на один глаз краски не хватило, да? Наверное. У нас всего 19 и 38. Морковка, свекла, и горох, и речка, и зелень вся, и петрушка, и этот укроп, редиска. Земляного зная? Нет, это все было. Мы единственное после коровы все удобривали. Потому что она не плодородная была. Здесь была, речка разливалась. Вот до того места. Эта вся низина заливалась водой. Вот тут у нас паниковка уже течет. И она до сюда доливалась? Она расходится вся. Ого. Да, заливает все. Тут полным воды. Из-за того, что она там выше, а здесь ниже. И постоянно вода весной. Понятно. В этом году 7 дней качали. Позирует. Говенчик маленький. Проходите, пожалуйста. Так, у вас здесь разуваемся, да? Не надо разуваться. А, ну сейчас, ага. Нет уж. Ну, тапочки тогда. Все, тапочки обязательно. Слава, я вот с цветочками надену. Так, кружку мне удобнее. Сейчас ополосну. А, все ясно. А кто это у вас? Хоккеист? Хоккеист у нас внук. Вот его команда. Ага. С 16-го года он занимается. Вот он. Ага. Вот он, 22 на рукаве. А это что у вас? Пистолет? Это воздушка. А что, это вы? Нет, это не я хулиганю. Это Алексей купил. Собаки нас атаковали. И он, ну, естественно, дети выросли. Теперь им нравится стрелять. Внуки или? Внуки, внуки стреляют по окнам, разбивают. Наставят бутылок, по бутылкам стреляют. Им нравится. По вашим окнам? Да. Уже одно он там разбили в кухне. Я говорю, теперь будете менять. Нечего шкодничать. Все это озорное, интересное, но оно с последствиями. Родилась я на Украине в 63-м году и жила там до замужества. Вышла замуж 19 лет, а потом уехали мы в Сибирь. Потом начали слухи расползаться, что Кодинскую ГЭС строят и наверняка откроют, и надо будет переселяться, затопление будет. Уехали. Вот так уже у нас было четверо. Нет, трое было. Трое четвертого мы как раз приехали и родили Сережу там. У нас, получается, четверо детей родились в России и двое на Украине. Потом мы, значит, в 99-м году с мужем уже все у нас, разлад пошел. Он там руками начал махать, начал ножи кидать. Я думаю, забираю детей и уезжаю со всем, потому что это самое дорогое. Потом с мужчиной познакомилась на рынке. Он меня позвал с собой жить. И мы переехали на Устиновича, в Березовке. Жили недолго, продали квартиру, начали искать дом. В Зыково поехали, посмотрели. Еще пару домов. Потом залез благополучно вор, украл телевизор, видик и деньги. Участки сказали, телевизор, может быть, всплывет с видиком, а деньги были не переписаны, номеров нету, доказать будет невозможно. И только эта ситуация прошла, подорожание с квартирами, с домами поднялось. Продолжали снимать. А детей уже сколько было? Уже было шестеро. Потом, это, наверное, как говорится, в небеса послали нам Монику. Моника нам давала помощь. И мы начали строить этот небольшой домик. Своими силами привозили из ТЭЦ шлаг перегоревший, из цемзавода цемент. Мешали, с ручья воду носили, четыре бочки в день. Мешали сами. Таскали, высыпали. Это был муторный труд. Но мы победили, построили это жилье. И каждый раз у меня фотография с Моникой. Яцик нас потом подключил к себе и помогал, и поддерживал. Сережки, памперсы, продукты питания. Муж умер. Документы на дом недоделанные. Свет мы намотали. Договор закончился. Нас приехали, естественно, отрезали. Ну и я пришла в соцзащиту. Говорю, мне очень нужно хотя бы на месяц, чтобы вы оформили на старшую дочь опеку. Сделать документы. Позаплатили долги, включили нам свет. Все нормально. Ребятишки же приезжают много. И всем надо укрыться. Всем надо постельку. Расстилаем большой диван, кресло. А если ночуют все, так мы ложим здесь матрасы и спят все поголовно. У нас шесть матрасов. Пойдемте чай пить. Это тепленькая водичка, чтобы была? Да, это все время стоит кастрюля с подогревом. Мыть посуду, полы. Мало ли, руки помыть, чтобы не холодной. А печку сами складывали или была уже в этом доме? Сами. Все сделали сами. Дом заливали, печку клали. Была каменка, была низкая. Вот такая. Хорошо быстро закипала. Было как бы... Ну, тепла было мало. Решили поставить буржуйку. Десять минут и в комнате очень тепло. Ну, все равно дома тепло одеваться приходится. Ну, потому что я выхожу на улицу, ведро выношу, ведро заношу. Куда-то за дровами там выскочить бесконечно. То есть я раздеваюсь только после девяти, когда мне уже никуда не выходить. Сажу телевизор смотреть. Или просто в телефоне. Я так мотаюсь туда-сюда. Это у вас центральное водоснабжение? Самовар называется. Наливаем самовар и пользуемся водою. Как воде нет? Нету. Возим. С колонки? С колонки, да. Возле школы. Знаете, у меня же мама Курской Соловей, а отец украинец. Почему вы говорите на Украине, а не в Украине? Вы говорят, украинцы говорят в Украине. А я, наверное, перевертень какой-то. Вы всегда так говорите. Да. Все говорят почему-то в Украине, а я на Украине. Старт. Так, про блины. Я сказала, что мне не получается. Блины, они такие, как сказать, продукт питания, что их надо поймать волну. Вот я делала сначала на молоке, просто на молоке. Они получаются сухие, постного масла чуть-чуть добавляла. Потом начала экспериментировать. Сейчас я делаю пополам на пополам. Если лью там стакан молока, значит, и стакан кефира. Два яйца, соль, сахар, само собой. Немножко соды. Зачем? Кефир дает брожение и разрывает. И оно пузырьками получается. И консистенция хорошая. Дети приезжают. Баба, она стряпает нам блинов. Я говорю, а что так? А баба Таня не умеет, она только оладьи. И вот я становлюсь, кастрюля трехлитровая, набираю полную ее. И давай. И они меня с подруг тащат. Накладывайте сметана, очень вкусная. Возьмите. С блинчиками. Большой мурты. О, спасибо. Да, давай на стул сядем, давай. Кушать хочешь, Сереж? Хочет кушать. Ну иди поешь, мы уже все съели. Да ладно, нет. Ладно, стой. Иди поешь, я уже не буду, Сереж. Слышишь? Вот туда садись. Будешь кушать? Там тебе кушать? Хорошо, дам. Посиди, пожалуйста. Сядь, посиди. Не бойся тебя никуда. Никто не забирает и не трогает. Сереж, честное слово, не заберу. Переносила его 15 дней. Вода была зеленая, затклая. Сказали, что будет умственно отсталый. А потом еще и в коляске задавился. Упал и годку передавил. Ну, конечно, отходили, отхлопали его. Но остался навсегда таким. Ест хорошо, аппетит. Ого-го-го. Да? В этом можете не спрашивать. Только подкладывай. Вот я беру ему булочки, батон, чтобы было что ему намазать. Ага, сюда. И целый день кушаем, и кушаем, и кушаем. Что еще делать? Поспать ляжем. Дрова складывал. Чей костюм спортивный такой хороший? Ну, когда-то покупали, я потом белизну кинула. Она это... Поняла. Ну. Да надо новый сейчас весной. Домашние? Вяжет Инна через дорогу. Вот она мне навязала три пары. Он любил эти. Я говорю, после бани поменяй, пожалуйста, носки. Бесполезно. Если он что-то надумал, это равносильно, что против паровоза. Ну, хоть памперс одевать стал сам. Настерюжа однажды чуть не отравил. Ну, пришел мусор, набрал и закрыл. А мы с Катюхой спали. И я просыпаюсь от того, что пахнет свалка. Проснулась дым, завеса. Похозяйничала. Похозяйничала. Он у нас пожарник, любит это дело. И все. Я думаю, нет, надо прекращать это наказывать, потому что ему понравится. И он будет постоянно у зятя. Залез в баню, натащил туда всякого хламя и сжег, сидел до четырех. А сосед спрашивает, Васька, а ты что, ночью баню-то пил? Он говорит, нет, это у нас Сережа. Так что гоняем его, чтобы он не нашкотничал. Если уголь, мы ее просто не закрываем, потому что от угля можно угореть. Мы с сыном на обогревателе. У нас получается 6 тысяч в месяц, потому что двухкиловаттник. И вот когда морозы, я подключаю еще дуйку, и вот в этот зимний период мы нагоняем света. Поэтому я по 10 тысяч за свет плачу. Как вы, на что живете? Живу на пенсии. Я раньше же подрабатывала до последнего. Уже не подрабатываете? Иногда меня просят подежурить. Вот сейчас они уезжают. Сторожем? Сторожем, да. Насчитали мне было сначала 11. Потом 2 тысячи добавляли за детей, пока они были несовершеннолетние. Потом, значит, дети выросли. Я им пенсию их не отдала по потере кормилица. Мне насчитали 12.400. Ну, а сейчас уже добавили до 15.381. Сережки хорошо. Ему насчитали 18.600 сразу. Потом добавили 19 с чем-то. Потом 20. Уже до 24 с копейками дошла. Но он как недееспособный деньгами не распространялся? Нет, он ничего не понимает. Он насобирал деньги. Вот эти банковские приколы. Наскладывал себе кошелечек. Это его деньги. Копеечки собирает по 10 копеек. Все прячет. Нихуда не ходит. Вообще в магазины мы... Да и не пускаем, потому что у нас же есть люди, которые тут за спиртом ходят. Можут и отнять деньги. На детей все написала. И дом, и участок. У вас ничего нет? У меня ничего нет. Я все заранее, чтобы уйти. Я пришла в этот мир ни с чем и уйду ни с чем. Единственное, что Сережку, младшая дочка сказала, я заберу его себе. Она его любит. Он ее спас. Мы жили на дачах, наверное, где-то полтора года. Когда не с Покровки, а с этой. На Копылова жили. Николаевка. Хозяйка нас из дома выставила. Нечем было платить. Ночь на дворе. Снег пробрасывает. У меня паника. Съехать некуда. Денег нет. Мы поехали на дачу. Дача у нас на водоразделе. Мы там полтора года жили. Оттуда ездили на работу. Муж ездил, и я ездила. И получается, они пошли нас встречать. Инвалид и двое маленьких ребятишек. Одному три, а второй было, наверное, два с лишним. Чуть-чуть. И представляете, они по дороге, она валенки потеряла. В снегу застряли. И не дошли чуть-чуть до дома. И мы ехали домой уже. Леха говорит, давай останемся, переночуем, а завтра утром поедем. Я говорю, нет, только домой. У меня видно, чуйка была, что что-то случилось. И мы когда пришли, там снегом вихрь такой накрыло. Они на саночках обои обнялись и лежали. Если бы мы не приехали домой, естественно, живых уже их не было. Так а он как их, получается, спас? Он что-то сделал? Он не уходил от нее. Он укрыл своей фуфайкой ножки. Она же была боса. И как у него хватило мозгов. Он так-то не сильно разбирается, да. Вот что холод, и он сообразил ноги укрытий. Рассказывает так жутко. И она помнит эту историю. И любит Серегу безумно. У меня иконы, вообще-то, висели до ремонта. У меня вот, видите, их сколько. У меня... А доставайте. Они где-то старинные. Старинные, да. Это иконы, которые я замуж выходила. Вот эти две. Они самодельные. И откуда они? Ой, они из Украины. Старинные. Может, сейчас тряпку возьму, принесу, вытверить. Да, а эту икону подарили Кате. Ой, это кто такое? Это Катюха наша. Ну, сейчас она другая, конечно. Сейчас ее фотографии. Вон она, она лепила. Модная девица. Кате сейчас на операцию надо готовиться после 20 мая. Прогноз какой у нее лечения? У нее, оказывается, заболевание какое-то глау-глау. То есть не только щитовидка. Может в дальнейшем ослепнуть. Поэтому надо удалять. Другой раз настолько отчаяние возьмет. Вот как сейчас такая ситуация, что операция неизбежна. А я в себе это думаю, может, как-то можно обойтись. Может, это... Нет. И вот помолюсь, вроде легче. Я так слезы накатываю, думаю, молодая девчонка. И тут на тебе прицепилась вся эта болезнь. Я ее очень хочу перекрестить из-за того, что болезни и имя ее, я говорю, может, нацепляла на себя уже этих проблем, завистников, не знаю. Болеет и болеет и болеет. Я говорю, прийми другую веру, возьми другое имя. Может, тебе это поможет в жизни. О чем просите? Ну, прошу только здоровья и терпения. Больше ни о чем. Все остальное нажить можно. Деньги заработать можно. Телевизор у вас сколько лет? Ой, это отец Яцек привозил, я уже даже не помню. Наверное, лет 8 точно. Еще один привез. Не могу запустить. Все на китайской программе. Если бы кто-нибудь помог. Уже все тыкали и не можем справиться. Китайцы его там запрограммировали конкретно. Учити китайские, что делают. Жизнь такая. Да. Сейчас за событиями следите. Ой, очень слежу. У меня же там брат остался с невесткой, племянники. Но они не выходят на связь. Я так думаю, что там еще опасно. Раз звонила, а еще поначалу. Он говорит, что звонишь? Мне еще не было. Не звони и не пиши. Я тебе знать не хочу. Все. И больше мы после этого случая не поддерживали отношения. Ну, а к вам у вас в документах написано, что вы украинка. Нет. Я теперь гражданство приняла. И россиянка. Написано, что родилась на Украине. А российское гражданство. Я получила его, да, где-то в 19-м году. Вот когда уже документы под завершение шли. Приняла гражданство, отказавшись от украинского. Я, конечно, не забыла этот язык. Как бы могу разговаривать. Но я уже настолько привыкла здесь. Иногда подружки говорят, скажи что-нибудь на украинском. Есть слова вообще непонятные. Они вообще по-другому звучат. А иногда слова же похожие, только немножко. Полуница. Да. Поляныца – это хлеб. Хлеб. У нас был случай в 92-м году. Это уже тогда была заваруха. Учительницу гвоздями за руки прибили к дереву. Распяли. Она не смогла ответить, как на украинском языке будут гвозди. Представляете, это уже тогда сигнал пошел, что надо было внимание обратить на национализацию этой страны. Надеюсь, что Путин все-таки все порешает. Это просто невыносимо так. Их надо, может, мне и грех, надо было их всех истребить. Когда война была, они были все предателями, все работали на немцев. Ничего хорошего не было. Спустя 70 лет выросло такое поколение. Четыре года он сидит, играет в компьютер и говорит москаляку на каляку. Но это где так сказано? Это ребенка уже сейчас ему так вы объяснили. Это никуда не годится. Не знаю. Как будто зомбированные у них дети. Они нас просто ненавидят. Как вы у нас такие? Вы знаете, да, в каждой нации. Я хочу сказать за своего еврея-руководителя. Он такой душевный мужик был. Я не знаю, если он живой, дай бог ему здоровья. Но я думаю, что нет. А может и живой. Мама у него до 96 жила. Он очень хороший и порядочный мужик был. Очень. Он настолько подходил всегда конкретно к проблемам. Я стала уезжать. Он мне денег просто так дал. Не потому, что там, когда отдашь или будет ли тебе. Дал и доллары, и дал рубли. Сказал, езжай, езжай. И устраивай себе там жизнь, раз ты тут не можешь. Но у нас война была с мужем, конечно, ужасная. Он пил жутко. И гонял всех. Однажды ночью я проснулась от того, что шебуршит на балконе. И он пришел с топором. Я проснулась, села на диван. Мы спали я и дочка. А те двое на втором диване. Еще сережки не было. И он открывает дверь. И топором по подушке. Если бы я лежала, он бы мне точно голову разрубил. Он мне ножом кинул как раз между глаз. Я не знаю, это мне бог уберел. Нет, не остался. Он зашел 3, где-то, сколько она сказала, 5 миллиметров. Он был пьяный и в дрезину. Он зашел куда? В кость? Прямо между это, в кость застрял. Потом скорую вызвал. Сразу отрезвел. Я говорю, как он меня не убил, я вообще не знаю. Меня бог берег все время. Это ужас. Вы его любили? Ну, поначалу, конечно, когда молодые были. Он стихи читал и сочинял сам. После замужества стал выпивать. Но не сразу, конечно. Были годы молодые. И лет 5, наверное, мы хорошо жили. А потом хуже и хуже, хуже и хуже. Стал выпивать и совсем запился. Но, вы знаете, я его не бросила. Я с Украины привезла его сюда, к маме. Я говорю, забирай. Я говорю, не могу с ним больше жить. Потому что бесконечное рукоприкладство. Дети напуганы. Зачем это надо? Ну, она, правда, без обиды забрала. Восемь, наверное, сережки было. И все, и мы расстались. И он дожил до 16-го года и умер от рака горла. Дети ездили, его похоронили. Я не поехала. Я говорю, пусть, может, мне грех будет, что я не проводила. Но, как говорится, я его простила и отпустила. Вы чего-нибудь еще боитесь в этой жизни? Я боюсь только за внуков. Что если у них будет мира, как они будут жить. Хочу, чтобы *** закончилась. Я как бы уже свою жизнь прожила. И довольна судьбой. Ну, было, конечно, и трудно, и тяжело. Но я рада, что у меня хорошие дети. Они все порядочные, не наркоманят, не пьют. Мне же не зря прожила жизнь. Я группу открыла для себя, где у меня там предложения поступают на покупку цыплят. Маленьких не хочу, потому что крысы отъедают им лапки. Крысы заводятся моментально, как только животина появляется в доме, и они, видно, на нюх идут. Сейчас уже скотину не держите? Нет. Буквально три года назад корову убрали. Кур перерезали. Если бы она на рога меня не подняла, может, я бы еще и оставила. После того случая мне почему-то страшно стало. Нет, еще корову боитесь. Да, боюсь корову. Раньше ходила по улице, для меня страха не составляла. А сейчас я иду, если стадо идет, я пропускаю. Думаю, мало ли, что мне в голове. Иногда охота в тишине посидеть. Орхидея, вам кто подарил? Это мне на 55 лет дети подарили. Такой сколько вы лет? Шесть лет. Ничего себе. Говорят, за ними сложно ухаживать. Ничего подобного. Стоит у меня брошенное. Я вообще к ней не касаюсь. Ну, у нас такое еще лето, да? Со снегом. Да. На горах-то там вообще. Еще выпал снег. И напоминает нам, что зима совсем еще не ушла. Ну да. Задержалась немножко. Три поленицы получилась? Три поленицы, да. Ну, зять сказал, 2,8 куба есть. Ну, они так и говорят 2,8, а в поленицу складываешь 3,3 получается. Тут будут цветы, у нас всякие разные розы посадим, и всякие флоксы, моксы. Мария Бухтуева, Вячеслав Кибиков, Новости ТВК.